Откуда берутся законы? Об этом сегодня узнали старшеклассники 4-й школы. В образовательном учреждении прошел необычный урок – урок парламентаризма. Для школьников его провел председатель постоянной комиссии собрания депутатов Ненецкого округа по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Виктор Кмить. Мероприятие приурочено к исторической дате. 27 апреля 1906 года начала свою работу Первая Государственная Дума. Прошло уже 111 лет с того момента, когда состоялось первое заседание Государственной Думы и Российский парламент стал реальностью. Ученица 9-го класса Мария Ашова относится к той неравнодушной молодежи, которая в последнее время все больше принимает участие во всех сферах жизни нашего округа. Девушка даже видит себя в молодежной палате при собрании депутатов, однако возраст пока не позволяет. Возраст детей, которые туда могут войти – это 18 лет, но так как большинство молодежи из нашего округа уезжает после 18 лет в другие города, чтобы поступать дальше, то, мне кажется, это слишком слабо развивается, и я бы хотела, чтобы возраст детей, которых берут в палату, немного снизился. Кроме этого довольно интересного вопроса, над которым Виктор Юлианович обещал подумать, ребят также интересовало, кто может стать депутатом, что должен делать депутат для защиты интересов граждан, какими качествами должен обладать депутат. По словам опытного парламентария, ребята показали хорошие знания структуры политической системы, органов управления Российской Федерации и нашего округа. Чувствуется, что они интересуются, они оценивают как-то, может быть, примеряют на себя, молодцы. В своем выступлении Виктор Юлианович также познакомил ребят с историей развития парламентаризма в России. Деятельностью Госдумы Российской Федерации работает собрание депутатов над процессами принятия законов, правами и обязанностями депутатов всех уровней. Подчеркнул, что главная задача депутата любого уровня – в целом представлять интересы своих избирателей принимать законы на благо жителей. Мы хотим дать им понять, что те вопросы, которые мы принимаем, те законы, нормативные акты в целом, они не принимаются спонтанно или просто так вот без должного обсуждения. Проходит большой, сложный путь обсуждения. И мы стараемся принимать компромиссные варианты законов, которые учитывают и пожелания органов исполнительной власти, которые отвечают, например, за бюджет, а также пожелания населения, которые в результате становятся или богаче, или беднее в зависимости от принятой решения. Главная цель подобных уроков – познакомить ребят с системой законодательной и исполнительной власти, сформировать правовую и политическую культуру, поддержать гражданскую активность молодежи, заложить основы знаний законотворческих процессов. Елена Семёнычева, Владислав Носкин, Телеканал «Север».